Серах, глава 27. Многие погрешали ради маловажных вещей, а ищущий богатство отворщает глаза. Посреди скреплений камней вбивается гвоздь, так посреди продажи и купли вторгается грех. Если кто не удерживается тщательно в страхе Господнем, то скоро разорится дом его. При трясении решета остается сур, так нечистота человека при рассуждении его. Глиняные сосуды испытываются в печи, а испытания человека в разговоре его. Уход за деревом открывается в плоде его, так в слове помышления сердца человеческого. Прежде беседы не хвали человека, ибо она есть испытание людей. Если ты усердно будешь искать правды, то найдешь ее и обречешься ею, как по дирам славы. Птица слетается к подобным себе и истина обращается к тем, которые упражняются в ней. Как лев подстерегает добычу, так и грехи, делающих неправду. Беседа благочестивая всегда мудрость, а безумные изменяются, как луна. Среди неразумных не трать времени, а проводи его постоянно среди благоразумных. Беседа глупых отвратительна, и смех их в забаве грехом. Пустословие много клянущихся под ними дыбом волосы, а спор их заткнет уши. Ссора надменных кровопролития, и брань их несносна для слуха. Открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей. Люби друга и будь верен ему, а если откроешь тайны его, не гонись больше за ним. Ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего. И как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга и не поймаешь его. Не гонись за ним, ибо он далеко ушел и убежал, как серные сети. Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение. Но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Кто мигает глазом, тот строит козни, никто не удержит его от того. Перед глазами твоими он будет говорить сладко и будет удивляться словам твоим. А после извратит уста свои, и в словах твоих откроет соблазн. Многое я ненавижу, не столько, как его, и Господь возненавидит его. Кто бросает камень в вере, бросает его на свою голову, и коварный удар разделит раны. Кто роет яму, сам упадет в нее, и кто ставит сеть, сам будет уловлен ею. Кто делает зло, на того обратится оно, и он не узнает, откуда оно пришло к нему. По смеянии и поношения от гордых и мщения, как лев подстерегут его. Уловлены будут сетью радующиеся падений благочестивых, и скорбь измождит их прежде смерти. Злоба и гнев тоже мерзости, и муж грешный будет обладаем ими.